Есть три сферы жизни человека, три круга влияния, три сферы жизни. Допустим, от меня уходит близкий человек. Это значит, что судьба сильнее моей возможности жить правильно. Разрушается моя семья силой моей судьбы. Не важно, сейчас я плохо что-то делал или до этого. Но сейчас мой близкий человек уходит от меня. Первое, что я должен сделать, я должен контактом, с помощью контакта со святостью в своем сердце установить покой. Мне должно стать спокойно, что все будет хорошо. Вот здесь я точно знаю, что все будет хорошо. Первый круг победы. Второй круг победы. Я продолжаю молитву, контактирую со святостью. Неизбежно наступает второй круг победы. Означает, я могу спокойно, не обижаясь, не раздражаясь, не мучаясь, не зляясь, не разочаровываясь, общаться с источником своего страдания. То есть я с ним разговариваю, и меня не колбасит. Это значит, что я уже прошел этот второй круг победы. И я на него начинаю влиять в этом случае. Если я разговариваю спокойно, беспристрастно, с любовью, по-доброму, тогда источник, то есть та сила, которая меня хочет разрушить, она меняет свое отношение ко мне. И третий круг победы — это изменение внутри человека. Он может поменять свое представление и вернуться назад. Тоже с помощью моей молитвы. Можно только одной молитвой все три круга пройти, но лучше на втором круге уже начать общаться. Ну то есть еще подключать также звук, отношения, служение человеку. Означает служение, общение. Если мы все время требуем от кого-то, всегда требуем, хотим, ничего не получится, все будет разрушено. Служения нет, нет жизни. Поэтому кроме силы разума нужно учиться служить.